Давайте с вами на берегу просто обсудим один момент. Мы нефтяники, и это лекторина добыча, или мы хищники, или это лекторина добыча? Мы добыча! Хищники, вот он сразу видно. Азарт и любопытство, предвкушение интересного и веселого вечера позволили собрать в одном зале 10 команд. В составе каждой было от 4 до 6 игроков. По замыслу организаторов, это не просто интеллектуальная битва. Главное здесь командный дух, чувство юмора и хорошее настроение. Там был второй раунд, где надо было подумать просто логически. Но нам пока сложнее всего дался музыкальный раунд. Что-то мы там, другой нашли вариант, другие варианты ответов нашли. Они нас полностью устроили, но почему-то оказались неверными. Какой срок проводится техническое расследование причин нештатной ситуации? Что за песня зашифрована в эмодже? И что входит перечень пунктов деловой и корпоративной этики? Участникам интеллектуальной игры пришлось столкнуться с этими и другими неожиданными, но очень увлекательными вопросами. Как минимум три повторяющихся. Из них мы должны понять, какое из них точно верно. Второе точно нет. Второе точно нет. Первое, третье или четвертое. Третье, как по мне, оно сформировано более грамотно и правильно написано. Интеллектуальная развлекательная игра объединила любознательных, азартных людей и просто тех, кто хотел приятно провести время с друзьями. Это прям неотъемлемая часть сплочения всех работников компании. Это очень сближает, так сказать, новые знакомства. И благодаря этому мы растем. Мы подготовлены всегда, потому что мы работаем в этой компании. И у нас есть золотые правила, и мы их соблюдаем, и живем, так сказать, по ним. Внутренние коммуникации – это неотъемлемая часть корпоративной культуры компании и один из главных факторов повышения эффективности деятельности. В таком формате специалисты компании собрались впервые. Если сейчас это зайдет, то, конечно, это надо развивать. И нужно понимать, что у нас есть разные категории аудиторий. Есть люди, которым нравится ходить на концерты. Есть люди, которым нравится спорт. И есть неохваченная категория – те, кому нравится вот такое интеллектуальное какое-то действие, которое позволит им посоревноваться друг с другом. Молодые специалисты – это неотъемлемая часть компании. Работа с ними – один из приоритетов кадровой политики. Она включает в себя адаптацию на предприятия, вовлечение молодых специалистов в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность, а также обучение молодых специалистов с целью развития профессионально-технических, корпоративных, управленческих компетенций, выявления и развития молодых специалистов с лидерским потенциалом. У нас было посвящение, это самое масштабное, что было, очень интересно. Первый день был квест по городу. На втором дне тоже были интересные конкурсы. Они проводятся как и в рамках молодых специалистов, так и отдельно. Мы участвовали в кулинарном поединке и в лазертаге. Оба очень понравились. Также рисовали картины нефтью. По итогам игры третье место заняли сразу две команды – «Девчата» и «Кто, если не мы». Второй досталось команде «Фрэнс», а победителем стала команда «220 грамм мозгов». Она состоит по большей части из энергетиков, что нашло отражение в названии, где 220 – отсылка к напряжению в электросети. Результаты были настолько близки, что разница между призерами была в один балл. Дарья Горельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск».